Всем привет, с вами Билли Софтвэя и сегодня же 8 марта, международный женский день. Вот, я еще раз поздравляю всех женщин, если кто-то все-таки зашел еще посмотреть и смотрит это еще восьмого. Вот, я решил подвести небольшой итог всего того, что происходит и карьеры, так сказать, посмотреть, чего я добился, что я сделал и немножечко поразмышлять о том, что буду делать дальше. Вот, я сейчас переведусь в съемку экрана и, в принципе, наглядно буду показывать все то, что буду говорить, чтобы вот так вот просто не пиздеть и ебальником на камеру не кривляться. Вот, и словно ничего не трепать. Вот, так что посмотрим, что же у меня получается такое. Итак, вот мой канал. На сегодняшний день я имею 14 подписчиков. Я очень-очень-очень счастлив. 14 это, конечно же, не тысяча и не миллион, как у Карамба ТВ, к примеру, или у Комедоза. Но среди них есть не только мои друзья, а еще и люди, которых я даже не знаю абсолютно, просто вот ни с того ни с сего взяли и появились. И они подключаются и пишут комментарии, и хвалят, и еще что-то такое, разделяют мнение или спорят со мной. И я счастлив, это замечательно. Круче даже и предположить ничего нельзя. Вот. На сегодняшний день у меня 80 видео, из них 34 обыкновенных обзора. Ну и все остальное. Песни, уроки, подкасты, какие-то мои проекты и все такое. А, ну и Orange Balls же еще отдельно. Это еще почти 10 обзоров. Но они в своих рамках. Вот. Что ж, среди всех этих видео 1560 просмотров. И это тоже, в принципе, довольно замечательно. Я тоже очень счастлив. Ребята, спасибо большое, что вы со мной, что вы смотрите. И ставите лайки, и всякое такое. И дизлайки тоже ставите, кстати. Тоже замечательно. Вот. Ну, просто какая-то активность создается, и у меня что-то происходит на канале. И это хорошо. Просто даже замечательно, а не хорошо. Вот. Вот такие у меня итоги на сегодняшний день, на 8 марта 2013 года. Я не буду, наверное, рассказывать, что я планирую и что-то такое. Потому что... Потому что нечего рассказывать, я ничего не планирую. Песни буду писать так же, как и сейчас. Когда напьюсь, когда буду в состоянии Относительно играть и относительно петь. Тем более на камеру. И тогда буду что-то записывать, и это будет нормально. Обзоры буду делать по ходу нахождения игр. Просто либо кто-нибудь что-нибудь напишет, либо сам буду копаться на сайтах, на что-нибудь наткнусь. Именно на такие игры получаются самые нормальные обзоры. Как, например, вот The Dead Langer мне попалась просто сама по себе. И я начал. И, в принципе, мне нравится этот обзор. У меня получился довольно ничего. Или Нази Зомби. Вот мне понравилась игра. Я, кстати, так за Бандикавом, наверное, не видно. Что я сейчас, в данный момент, она мне открыта. Просто свернута. Я ее прохожу. Я прошел уже несколько миссий. Она уже где-то, наверное, близко к концу. Потому что довольно долго за ней сижу. Вот. Обзор на Singularity, в принципе, неплохо получился. Хотя мне жутко она не понравилась, если честно. И я, кстати, сразу знал, что она мне не понравится. Смотрел скриншоты. Я все-таки приверженец того, что по скриншотам можно ценить. Ну, в смысле, как определить, понравится она тебе или нет. Потому что, в принципе, ты видишь, как она выглядит. И для того, чтобы понять, будешь ты в нее потом играть или нет, этого достаточно. Вот. Что буду делать дальше, как сказал, я, в принципе, не знаю. Сейчас буду проходить Снайперы Элит. Потом буду проведу немного времени с семьей. В Sims 2, конечно же. Вот. Ну и буду что-нибудь делать, походу. Будет что-нибудь попадаться. Блядь, перестаньте писать, когда я пишу. Что-то вот люди такие. Вот. Ну, а вы обязательно оставайтесь со мной. У меня будет интересно. Я, кстати, начал делать ролики в формате HD. Если кто-то заметил. Просто ради эксперимента посмотреть, что это будет. Они занимают, правда, около 5 гигабайт. Не около 5, а около 6, даже 5 с чем-то. Ну, в основном размере, как обычно я кидаю, от 15 до 30 минут. Это, получается, от 3 до 6 гигабайт. Это довольно много. И они довольно прилично так заливаются по времени. Но зато качество хорошее. И действительно приятно смотреть на то, что происходит на экране. А не просто различать что-то в пикселях. Делать вид, что поняли, что то, о чем я говорил. Бывает, что к чему-нибудь придираешься. Потому что мелко и видно плохо. А на размытости пикселя, тем более, вообще ничего не заметно. И получается, как будто я вообще керню какую-то снес. Этого никто не видел. Вот. Также хочу поговорить о каналах, которые я упоминал. Ну, про Мэдисона и так уже все знают. Это один из моих любимых обзорщиков. Нет, это мой самый любимый обзорщик игр. И именно с него началась моя мания канала. Такая мечта, которую я, в принципе, уже осуществил и счастлив. Еще я нашел довольно неплохого чувака. Его канал называется Чикбанд. Шоу Окупай Липидай. Или как раньше было Окупай Четыряй. Он наказывает читеров. И наказывает тех, кто неправильно наказывает читеров. Ну, короче, довольно интересно. Можно посмотреть. Довольно веселый стеб. Над малолетними школьниками, которые издеваются над еще более малолетними детьми. Таких пидорасов, по-моему, вообще расстреливать надо. А он над ними стебается. Ну, стебается тоже довольно неплохо. Вот. Про Серегу говно я уже говорил. Он тоже, в принципе, довольно веселый тип. Он просто рассказывает о том, что он нашел. Пока копался у себя там на фирме шведской. Издает металл и всякое такое. И делает вот такие же типа подкастов. Рассказывает, чем он занимается. И еще всякую хрень несет. Ну, абсолютно бессмысленные ролики. Ну, довольно интересно посмотреть, как он уже говорил перед сном. Чайку попить, бутербродиком закусить. И посмотреть, что он там сегодня натворил. Действительно, довольно весело. И также я слежу за каналами Black Silver, конечно же. Ну, что-то в последнее время у него ничего интересного не появляется. Только банальные летсплеи на всякую херню. Типа Dude Space 3. Которые я терпеть не могу. Кстати, я подписался на Володю Медведя. Веселый такой тип. Особенно мне нравится, когда он снимает, когда жрет пиццу. Это просто прикольно вообще. Просто потрясающе. Вот. Что еще хотел сказать-то? Кстати, подписался на Огню Огонек. Истории мемов. Тоже довольно интересно. И также еще смотрю шоу Эльдара Брудвея. Мне нравится его короткометражки. В принципе, все довольно смешно, прикольно. Мне нравится. Вот. Захожу, ставлю лайки. Так что, ребят, если вы смотрите... Ну, не буду писать, точнее, просить подписаться ко мне там, или мне лайков сделать, или там посмотреть какие-то мои видео. Потому что, ну да, это будет пиаром. В принципе, я бы от этого не отказался. Потому что просмотры мои падают с каждым днем, и почему-то гораздо быстрее, чем они набирались. Поэтому, в принципе, я от меня отказался. Но просить не буду, потому что я хочу всего добиться сам, и, в принципе, честно. Вот. Если кому-то интересно, чем я занимаюсь, и что я записываю, то зайдите, конечно, посмотрите. Я абсолютно не против. Вот. И, напоследок, что еще хочу сказать, это то, что Хованский пес уебанский. Вот. На этом все. С вами был Билли Софт Вэя в обзоре того, что я имею на сегодняшний день, и как идут мои дела, и так далее, и тому подобное. Все пожелания, все претензии, то, что я гей, моя мама малолетняя проститутка, оставляйте в комментариях, как вы любите это делать в последнее время. Мне очень, блядь, нравится сидеть, читать эти комментарии. Вообще, просто прекрасно, блядь. Молодцы, ребят. Ну, хоть что-то пишите, хоть какая-то активность, и на том спасибо. Вот. Я не буду покупаться, не буду психовать и доказывать всем, что кто-то хуесос, а я супер-мегатип. Нет, мне это не нужно. Спасибо большое за провокацию. Я на нее не куплюсь. Вот, ребят, спасибо за внимание. Обязательно оставайтесь со мной. Если еще не подписаны, подписывайтесь на канал. Смотрите видео обязательно. Обязательно смотрите, хоть что-нибудь посмотрите, что-нибудь обязательно понравится. Вот. Вот. Ну и показывайте канал своим друзьям. Возможно, что-то понравится им. Смотрите хорошие видео и играйте в хорошие игры. Увидимся скоро в следующем обзоре. Я не знаю, правда, что это будет. Еще пока размышляю. Хочу снять несколько обзоров на части, вообще хочу на все части снять масс эффекта, потому что мне тоже очень раздражают лестные комментарии в их сторону на популярных ресурсах, таких как Agro, Stop Game или Игромания. Там дают слишком высокие оценки этой игре, и я ничего привлекательного в ней не вижу. И об этом, конечно же, расскажу в обзорах на каждую из этих частей. А сейчас прощаюсь. До свидания. Оставайтесь со мной.